тек 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 кстати кстати о голосовал ки о голосовал ки сейчас мы посмотрим уже игра началась отлично сейчас я вам покажу что тут у нас есть у нас тут получается кстати у вас есть возможность проголосовать vk.com совершу то заходите и голосуйте кто же победит в этой встрече раксы pr или или победит lancer который фармит радик фармящий радик lancer пока кстати почти почти лидирует но все-таки 800 человек голосовали за роксов считают что победят они почти 500 человек за pr но мало что народу проголосовало я думаю если побольше народу проголосует будет более такой объективный вариант такс ну что переходим к игре начались у нас банопики напомню что счет 11 первую карту выиграли роксы но игра началась со счетом 1 0 и поэтому игра сравнялась и грубо говоря сейчас команды в равных условиях естественно рок скис на плюс морали пр и не знаю на минус морали они или нет но они проиграли первую карту и естественно приятного мало ну и стандартные баны начало такое дефолт ненько что от рексов что от pr но учитывая то что габлак очень долго думает меня наводят на мысли на некие задумался задумался что отдавать что падить может он думает над баном венги может ему не понравилась эта венга чертова да зла pr сразу забанили пошла такая знаете игра так сейчас ребят секундочку ага банят вообще визажа а пр и по моему этого визажа не особо горели желанием и пикать инстабан от power рейнджерс это эмбер спирит естественно ну и теперь роксы могут взять себе инвокера а могут и не взять инвокера тут уже выбор за ними и вот потратив на первой стадии банов очень много резервного времени габлак сейчас рискует тем что у него времени будет мало на раздумья основных пиков это не очень хорошо я бы сказал это совсем не хорошо так сейчас мы кстати посмотрим что там с голосовалкой стала тег 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 голосовал очка обновить ага но power рейнджерс по-прежнему имеют мой меньшее количество голосов роксы пока лидирует вот ну и лансер потихонечку догоняет всех остальных нормальная тема нормальная тема я сейчас выясняю Блин, у меня вода закончилась, и это очень плохо. Надо срочно налить. Так, Фура, Трент, такие баны от Роксов, о, Пики, точнее, от Роксов, Инвокер Нюкс, ОПР. Хорошо, двух деревянных героев забирают Роксы. Ну, мне интересно то, что всё то, чем могли бы Роксы воспользоваться, да, забрали ПРы. По сути, вот этот Нюкс, вот этот Инвокер, хм, 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 ну, окай, у Габлака, по-моему, он не планировал то, что Никса Сасина заберут Роксы. Мне почему-то кажется, что Никса хотел он сам взять. Но посмотрим, сейчас есть возможность пикать всяких Штормов, прыгать, убивать, делать свой пик мобильным, делать его более сплитпушущим, но забирают Вивера. Найт Сталкер УПР. По банам Виноман Саргирович на второй стадии, УПР и Роксы отвечают двумя суппортами. Такие два респект бана, можно сказать, Дисраптор и Вичдоктор. Но суппортов очень много, поэтому бань не бань, а хороших останется. Я могу налить. Я тебе не доверяю. Диа Тим Бан. Дэс Профит. У Роксов опять такой вот дефолтный пик. Которым они уже не раз играли. И выигрывали. У ПР, честно говоря, я не припомню, что ПР играли через Найт Сталкера. Я не припомню, что ПР играли вообще вот подобным пиком. Но... То, что у них есть инвокер, это уже хорошо. Это достаточно сильный герой, с которым можно придумывать огромнейшее количество разных стратегий. Но зачем они взяли Найт Сталкера? На Изи Лайн, что ли, пойдет фармить Найт Сталкер? Потом будет генчить всю карту. Шадоу Шаман Ласт 2. Для того, чтобы обезопаситься. Не думаю, что Рокскиз 100% бы взяли этого героя. Но если взяли бы, то там... Ну, противный. В общем, что тут говорить. Сами знаете, когда Банша подрубает ульту, плюс это все еще сопровождается змейками, драться против этого всего дерьма становится очень неприятно. Ну и что же будет Ласт Пиком? Для Широчок Бан от Роксов. Кстати, да. Хе-хе, у Роксов нет ни одного стана. Ноль. Это может стать... Как раз таки... Проблемой! Потому что Найт Сталкер, которого нечем застанеть, нечем задезейблить... О-о-о-о... Проблемой! Продолжение следует... Продолжение следует... кстати ребят небольшая просьба подписчиков стало больше на канале и появились появилась возможность добавить еще один смайлик пока ребята допикивают я вам покажу так 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 вот вот просьба так скажем если кому не лень если есть у кого какая идея какой смайлик добавить то врываетесь в группу я сейчас репост на себе на страницу врываетесь и оставляйте в комментарии смайлик ну и условия здесь вот смайлик должен быть либо 28 на 28 пикселей 56 на 56 или 112 на 112 максимум весить 25 килобайт может вот ну и если найдется человек чей смайлик будет реально круто я его добавлю на twitch на свой канал то он получит этот сет и огромную благодарность ну и опять же я думаю этому человеку будет приятно если его смайлик будет висеть в чате вот опять же спасибо всем тем кто подписался на канал очень приятно так ну и переходим обратно к нашей игре видим здесь last peak timber soul power rangers укрепляют свои позиции в плане агрессии и последнее слово за габлаком и это ли еще один герой у которого нет стана еще один герой который разваливается от никса честно честно вот если сейчас я бы мог давать out пик я бы дал out пик полностью полностью перепикали своего противника power rangers out пик за ними такая вот какая-то штука такая должна тут надпись вылазить out пик эх 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 ну дело такое это мое так скажем субъективное мнение и вполне вероятно что кто-то считает что у роксов пик лучше соло у нас надо с профите на тренте габлак седой фуриоша база за на вивере и ел лич у power rangers fng никс moon night stalker скандал инвокер джи фор на бэйне и чешир будет у нас шпилить на тимбире мой вк вк точка ком слэш в рсу то саде сакан с тюбатом надо было омника брать но это к вирту со это к вирту спро это они очень любят брать омника здесь любители пика тем не на это нет о дур-машина у которой 90 демоджа будет сейчас иметь скорость 522 вау и что же будет делать каблак у него еще есть семя замедляющие на 28 процентов тарарай тарарай там там заблочил спаун который по идее должен быть за счет с антричника и так за а нет лол с антричник поставили на для того чтобы разварить так на этвар на габлака стан ребят а ничего что он на хосте вас не смущает судя по всему не смущает и они его еще почти убили охренеть можно просто охренеть можно база за уходит под шокучами габлак наверное сейчас у него глаз задергался он так слегка прифигел night маря трента под хостой вы просто вдумайтесь в это ужас вот что делают станы всякие там night more и прочее нехорошая ну нехорошая для роксов и они кстати вот это все прочее нехорошее чувствую на себе еще ощутят меди у нас стоит фура против инвокера фура получается будет прилетать на топ для поддержки ну или вниз если это потребуется что вряд ли на самом деле но кто знает может быть солочь каким-то образом умудриться что-то придумать дима ист мы видим что тут пытаются фармить лес в габлака выстрелил сатир ничего страшного сотня демоджа габлаку в карман что ж он такой жадный оставил бы базе габлак ничего не оставляет настоящий саппорт не ну честно говоря тренту на тапочек явно будет не лишним у него уже есть он почти деньга так и ела пытаются убить а за 105 практически нечем подхилила слегка юала там впиливают просто огромное количество в никс ассасина убивают и пошли дальше пилить запереть не чем будут просто бить с руки здесь нет тапка тычка стрейф тычка брейнсап и еще один буквально хит получается сделать фраг еще и цепаляют муна замедлило его очень неплохо и он тоже отъедет это еще один минус обалдеть 3-0 вот это начало прошу заметить ни одного стана у рок скис и они умудряются сделать фб но начали это драку пау рейнджерс силушек у них не хватило сделать килл и как ни странно на развороте наваляли им будь здоров соло у него тут час от колды практически тапок на латалисман достаточно интересный такой затар что будет дальше варить хрен его знает 1-1 с учетом преимущества да на данный момент итоговый счет 1-1 итак два суппорта решили уйти со своего лайна и загангать смит и седой без шансов тут должен отъезжать так и есть подкол сны ничего себе что творит или венормор под самый конец уже практически были уверены пэры что сделали килл и тут на тебе ли венормор фура почти выжил ну чуть не вышел так будем это назвать том что по факту у него все равно шансов не было его подогнали да добили прям под тавером и пошли дальше грязи водить теперь очередь соло соло судя по всему ничего не подозревает позицию он занимает достаточно неплохую но чтоб его зацепить позиция вполне адекватная заходит в спину здравствуйте банша как ваше здоровье хорошо сейчас поправим и поправляет ей конечно же здоровье фейзы появляются у скандала и сидому не очень приятно потому что у седого одна смерть у него одни ассисты киллов он не делал пятый левел у него здесь уже шестой при всем том что вроде как сидуха бегает гангой ты в двух киллах поучаствовал но эти два юнита были очень слабые по левелу и вся команда грубо говоря участвовала и разделила экспо поэтому инвокер сейчас впереди и как только тиммейты опять придут на ганг фуриона можно легко убить а вот если кто-то придет на фуриона то убить практически не представляется возможности ну просто не хватит демоджа инвокер еще сам сможет навалять мун наступила ночь и он ощущает свою ничтожность потому что ночью над сталкер обычно бегает за кем-то а он бегает зачем-то непонятно зачем просто бегает соло 6 левел поднял 31 крип у него тимбер от 18 хоть и пришли за ганголи убили солодча тимберу легче на линии стоять не стало очередные смолки на подстраховки габлак помимо ливи нармора он еще подойдет семя даст и и и это опять ганг на соло леви нарморчик габлак подумал подумал тратить на тебя еще 50 маны нафиг оно мне надо все равно не выживешь до габлак не стал тратить ничего ну и в принципе наверно правильно смысл пользы было бы ровным счетом нисколько регенерацию забирает чирский код счет становится 3 3 начало было для пау рендерс очень плохим но пэры нашли выход торнадо скандал собирается наказывать этого наглого лича и теперь сам рискует своим здоровьем но у него благо была мана посмотрите на буквально 15-20 маны было бы меньше и мог бы не уйти восстанавливается clarity попил стики еще clarity покупает но тело такое clarity неплохая штука чтобы не бегать на базу не восстанавливать ману так фура зачем-то ультанол это означает что где-то кого-то пытаются забрать и это мун которому надо лучше драпать не останавливаясь и вот она еще до тычка с фласки восстановился на хватает еще ренджа на один хит седой получает фраг и вот он ганг который приносит именно золото и экспу седому результативный ганг здесь уже 8 левел и при этом инвокер не особо горит желанием куда-то уходить так тимбер с формами на топе хоста седой забирает инвокер торнадо и на инвиз но натикала мана на инвиз а на случай чего имеется тайм лапс база за стан в кулдауне дэймоны не хватает база за уйдет спокойно никак его не убить а здесь слова начинают потихонечку подпушивать линию пока конечно пушер из банши сомнительный дэмоджи естественно не хватает дай азбатом талан из андра так духи духи вселяются в дес профита восстанавливают хп но маны здесь уже раз-два и обчелся но хотя регенерация же есть есть же регенерация хочет хочет еще и джиро зацепить с формом вот здесь соло просто-напросто динает всех крипов не особо напрягаясь ну и теперь под тавером желательно с форм потратить чтоб крипов не пропуф и не профукивать вот так вот соло решил руками руками все руками чешир действует как-то агрессивно но мы-то видим что здесь дэмоджа при любых раскладах не хватит что не делает тем более еще и ливен армор но он обрабатывал не просто так и по идее соло должен понимать что его не просто так обрабатывали вот он начинает нападать сразу же найтмор стан и сюда иди дружаня это минус ульта фуриона прокатывается но практически бесполезно или все таки попытаются фнг забрать там карапасе есть он разводит разводит его под тавер подрубается карапасе совсем немного под дизейблила чайник в одного бзз пошел за джи форум сразу же юзается найтмор и здесь ел может отъехать тут под тавером фнг уходит еле живой вибер тоже очень побитый ел все-таки минус и пытался он подцепить вибера думал что он бежит именно таким вот образом но бзз понимал что его то могут поймать и побежал в другую сторону скандал колд снеп и зацепит же зацепит шикучи еще чуть-чуть кулдаун и уходит на последней мане под шикучами дабл дэмэдж на топе знают об этом роксы но не знают об этом пр пр и догадываются о том что у нас скорее всего на топе скандал вернулся на свою линию к своим крипам о теперь у него маска другая цветом желтым теперь все ль ль лал хайр экзорт квас уекс ой на топе тут небольшая помощь для убийства соло под ливинар мошка подольше пожил но все-таки его забрали джеффор бзз очень больно продамаживает скандала надо попытаться забрать но пытаются забрать муна он очень плотный проедает топором немножко пожил тоже отъехал скандал под инвиз скандал просто ушел в инвиз фнг уходит с телепорта база на колд снэп и сейчас мана затекает в принципе у него уже и стики имеются но все-таки вылазить не стали 6 6 опять обе команды играют прям прям на высоте ноздря в ноздрю 4 тысячи полторы тысячи ужесть ужесть в общем небольшое преимущество все-таки имеется у роксов хотя 4000 золота я сказал небольшое до преимущество я немножечко ошибся все-таки по золоту преимущество солидное для 12 минуты по экспе так себе соло имеет статистику 04 но при этом на творце у него должен быть неплохим 4 косаря ну да такой себе конечно творц все-таки слишком много его убили у него топовый крипстат но на творц не топовый только потому что четыре раза умер спиливают каблакам цепанули соло и он тоже минус скандал чуть не попал торнадо если бы попал торнадо соло бы еще немного посопротивлялся но недолго он сопротивлялся и вот что делают роксы на топе фармит вивер в миде ломается т-1 tower и никс ассасин пришел на деф tower deniable бzzz разминает на топе tower и вроде как надо бы тоже прийти по дефить здесь хочется забрать tower отдавать его на динай естественно никто не хочет банджа подрубает ультимейт торнадо емп бам и у соло мана осталось не так много но на сформа ему хватит никс тычку стан соло слишком много дэмоджа получает подрубается карапаси очень неплохо сыграл здесь конечно же никс просто шикарен седуха под колд снэпами раздуплиться вообще не может лично играл чешира на фулману раскастовался и в итоге 2 в 1 никс ассасин был таким суицидником неким ворвался дал все что нужно и умер но пользы принес неимоверно много скандал успеть ли уйти в инвиз по моему никак он здесь не успевает 14 секунд жить бы ему никто не дал чтобы он как-то цико ставал инвизец у соло соло вот последний раз я вообще не не то что последний раз я вообще не помню когда у соло была статистика положительная на дэс профите в начале игры его всегда гнобят его всегда бьют все просто вот кому не лень знаете все приходят на линию к банше и избивают ее но потом все заканчивается как ни странно для этих ребят плачевно банша все равно выфармливает свои айтемы банша все равно спушивает товара и раксы побеждают как ни странно никс ассасин опять на ганге ставится сентри тычка карапаси то подрубил только толку мало разносит никс ассасина пытается забрать габлака габлак должен умирать зацепили соло у соло экзорцизм был в кулдауне он его не подрубил и судя по всему подрубать не собирается смысла мало отъезжает скандал тоже минус bzz переключается на чешира ел там достаточно побитый за кем погоня погоня за муном которого здесь уже без вариантов забирает у него не было телепорта так бы мог попытаться уйти теряет троих убивают двоих причем забрали баншу которая из таверны уже не вылазит в давным-давно и трэнта как бы саппорт здесь полегло гораздо больше важных фигур хороший стан ну чисто так для того чтобы обработать крипов не для никс одни для вигра это предназначалось его смысла нет его станет ибо он под шуку щами или венормором чё-то фнг одного крипа добил из всей пачки не потеет артём или занят чем-то другим параллельно стратегию объясняет своей команде о только-только я поругался он сразу начинает восхитить надо просто было бы как-то поросторопнее если бы он больше зала скидил уже имел бы какие-то аркан бутсы так чё-то как-то маловато рейдинс мидл тава из андер атака ну спушивают банша в этот раз я думаю заранее потрубит ульту не торопится пока расставаться со своим ультимейтом соло чешир заходит сбоку дерзкий наглый ел ему с руки главный дипе сир пока день не особо приятно драться найт сталкеру ну и соответственно пауэрэнджерсом они будут пытаться как-то избегать файтов а фуриона фуриона кстати скоро уже не остановить у него shadow blade делается орчит мидас тоже есть вроде как он неплохо упакован для такой минуты о нюкс 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 его видит но в соло он его убить не сможет монобурн а шадо блейд то в кулдауне лал шадо блейд в кулдауне нюкс может быть даже сам бы успел ему тычку дать последнюю такс ну что глянем на 5 на экономику видим что золото растет по xp особого прироста нет ну что ж очередной tower который в этот раз решили забрать уже через экзорцизм торнадо емп соло остается без маны но духи уже летают цепанули соло опять него пытаются влить все что есть чтобы побыстрее сбить этот ультимейт да так и получается станом не попадает фнг бзз в итоге живет отъезжает чешир габлак инвизит на себя кастует и уходит но там есть сентричник так что далеко он не уйдет ел седова там уже забрали ел тоже отъезжает габлак думает что его не видно а его еще как видно или венормор пытался повесить но не успевает сжигает ему ману это минус габлак небольшой такой переворот можно пойти сейчас попытаться заковырять рошана в наглую но не пользуются этим вообще ничего не делают просто как будто бы ничего не кельнули но будут пушить т-1 тавр мне кажется можно было бы пойти родно рошана сразу не кратри скандалыч впаковался его нетворс конечно же не впечатляет нельзя сказать что он очень много нафармил но такие айтемы они будут задалбывать ого-го как ого-го как будут задалбывать седуха орчит он еще не доделал по идее уже должен был бы доделать но чё-то последние несколько минут то его никс ассасин гангает то взмид в миде замес и он умирает слишком много раз умер и орчит появится совсем не скоро а по идее по таймингу уже должен был появиться этот орчит рошана никто не убил ни одни ни другие рейдинс ботантауэа сандра так рейдинг строкчинс а фортифай рейдинг ботантауэа сандра так а папа 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 он испугался немного ну в принципе тут был один вивер я думал еще какая-то помощь прилетит маловато для того чтобы убить скандалы фнг сидит в лесу такой партизан интересное местечко нашел так а тем временем на топе начинается драка чешир попал под фокус уходит чешир джеффора здесь уже ничего не спасет а чешир там еле-еле но ушел но у него уже почти бладстоун ему желательно конечно же не умирать уходит с телепорта опять база за гони ах ты ж курьера забрал а скандал за себя беспокоился а убили курьера скандал уходит в инвиз но здесь досты висят ну и как-то с некорчами драться не особо горит желанием бзз а вот и блатстоун монтина и tower точнее ломает tower night stalker за пушер ох не нравится мне это думает ел со всех сторон просто на него идет сейчас нападение moon опасную игру на самом деле они затеяли но цепляет в итоге база зэ рича под тавером трогать не стали а база зэ так просто не взять ему надо как-то повесить сайленс и уж потом а для того чтобы повесить сайленс надо как-то сбить линкин а чтобы сбить линкин надо что-то потратить и в итоге получается что ты как бы никак не можешь его и убить чешир уходит точнее пытается уйти тимбер чейн откатывает и он получает ворчат юзая тп а вот и суицидится с блатстоуна понимая что никак не выживет оооо подняли в юлы сразу же сайленс с фейзами мансовать мансовать есть еще 12 сиков прожимает уходит в инвиз и дэмэджа не хватает регенерация ты посмотри скандал еще и вышел сухим из воды ай да красавец хорош роман просто царюга 1700 голды у него покупает себе почти форс вот если у него еще был бы форс вот в той ситуации то он бы точно спокойно ушел тычка орчит и это минус фнг без шансов отъехал благо джеффор еще ушел могли бы его отправить следом за фнг ел а тут башера еще нет уходит с телепорта а параллельно цапнули габлака башера радианс bottom tower is under attack радианс bottom tower has fallen дая's top tower is under attack я кстати подумал над смайликом этого чувака который знаете чё серьезно да серьезно ты не верил я думаю может его запилить нормальная же тема так бэйн ушел стп вот так вот саппорт киданул свою команду каждый сам за себя он пытается убежать но ночью найт сталкера поймать сложно а инвокера а инвокер а еще и день наступил то есть найт сталкера тоже сейчас при хороших раскладах должны забрать тут уже скоро юлы откатят но они даже не потребуются из-за этого out нет 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 ему говорят брать у меня не уйдешь врешь не уйдешь и на рошана вам бам 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 уж эти духи под минус армором как они входят быстро ушата лера шана Так, а у Вивера еще и Дезолятор появился. Лал. Фура отъехал. Загинчили. Ну, читают ПР, на самом деле, действия Седова. Уже в который раз они его в этом месте ловят и убивают. Пора бы ему уже как-то поменять. Ну, типа, он может фармить Эншентов. Он может фармить вот этих нейтралов. Но он держится на топе с такими мыслями, что, типа, в случае чего я буду сплитить. То есть толкает вверх и параллельно фармит лес. Ну, вот, как бы его уже не первый раз там накрывают. БЗЗ с Аегисом взял Дизольку, наконец-таки. Ну, посмотрим, посмотрим, какой смайлик я добавлю. Посмотрим, что вы там на предлагаете. У всех у вас есть возможность предложить свой смайлик. Ссылочку я кидал. У меня на странице можете зайти. Ссылочку, ну, типа, куда скинуть этот смайлик. Вк.com.sversuta. Вот. Заходите. И если у вас есть какой-то хороший смайлик, предлагайте его. Вот. Я потом сяду, посмотрю все-все-все, что есть и что-то выберу. Он меня засудит? Чё, серьёзно? Я ему так скажу, он сразу поймёт, что я свой пацан и ничего не будет. А-за-за. Он мне просто скажет, да, серьёзно? Да. Так. Так. Пока убивали Седова, БЗЗ пытается убить Чешира. И у него, по-моему, всё получится. Или... Не, ну, БЗЗ подумал-подумал. Чё-то как-то слишком тимбер... Ну, реально, тимбер слишком жёстко перемещается. За каждый раз. Вот, посмотрите, какой огромный рейндж. Так. Банша 3000 голды. Помню, я баншу с двумя тарасками или с тремя тарасками. Может быть, сейчас Соло оформит такую же баншу. Трёхтарасочную. БЗЗ такой... Убийца. Теневой убийца. Оп. И давай, и давай, наноси дикий-дикий урон. Ульта от Фуриона прилетает. Соло. Соло решил полетать перед смертью. Развлечься хоть как-то. Посмотрите, Соло почти с тараской, а развалился, как будто он... Не то что с тараской, а как будто он вообще без айтемный первого левела. Как же быстро его пекнули. Чешир, пам. Господи. Господи. Ещё минут 10 и этот вивер будет уже не просто тычки выдавать, а смертельные тычки выдавать. Смертельную дозу диммаджа. Дат диммадж будет выписывать. Это, ребята, ПД Кап. Гранд финал. Грррранд финал Гранд файнал Бико би У Седова Теперь его уже загенчить будет не так просто Инвокер сделал Гиулы Оу Оу По-моему ФНГ Должен чуять Как же они близко друг к другу стоят. О, боже мой. GeFor. Пытается зацепить Безозе. Цепляет его ультимейтом. Оттягивает очень долго. Но никто, никто не помогает. GeFor в итоге Безозе раздуплился. Сделал килл. Скандал поднимает себя в Юлы. Очень много демаджа получил Дез Профит. Но умудряется выжить Соло. Уходит Скандал. Айс Вол. И бежать, и бежать. А Безозе тоже собирается бежать. Но за Скандалом, у которого всегда 522, бегать как-то... О-о-о. Можно попытаться. Можно попытаться. А лучше не пытаться. Или, в принципе, что бояться этого? Подумаешь, у него там 200 демаджа. С руки хрена кает, что ого-го. Тикс. Тикс. Габлачок. Кабачок. Господи, как они его долго убивают. Скандал. Скандал. Мансы, мансы. ТП аут. Ушел. Наумуна под агонимом. Дичайший вижен. И он знает, куда бежать от противника, чтобы тот не гнался за ним. Ну, одна тараска уже есть. Миссия нафармить 5 тарасок. Побить рекорд, так скажем. Было 4. Был 4 рекорд. Теперь надо поставить пятачок. Чешир. Пытается уйти. Бладстолн есть, надо суицидиться. Понимает это. Так и делает. Если бы нажал ТП аут сразу после тимберчейна, да? То есть он нажал тимберчейн отсюда сюда и ТП аут. Мейби он бы выжил. Но, к сожалению, ТП аут он не нажал. Так. Джефора. Я сейчас вообще саппортом не завидую в этой игре. 34-я минута. Эти саппорты падают за один удар. Мягко говоря, неприятно. Соло. Минус. Полетел чайник. Я не знаю, как Пауэрранжерс умудряются, будучи втроем, еще и убивать Баншу. Я не знаю, у Банши, походу, клеймо какое-то. Стан. БЗЗ. Кучу дэмэджа в него вливают и не успевает выйти. Посмотрите, вот сделал себе, купил себе иглсонг, не купил БКБ и в итоге умирает. Габлак. Ульту потратил. Габлак минус. Сидуха. Сидуху не убили. Вивер. По-моему, Вивер немножечко все-таки... Либо Манта, либо БКБ. Вот нельзя, нельзя брать только один линкен. На такой минуте тебе линкен, ну, по-любому собьют и еще наковыряют ого-го сколько. И вот сейчас Вивер в замесе ничего вообще не сделал. И байбэка у него нет. И эта ошибка в покупке иглсонга сейчас будет стоить как минимум стороны. А может быть даже целой игры. Нельзя так делать. Нельзя. Нельзя. На эти три 300 еще добавь буквально там 600 голды. И... Тракториста. И, короче, можно купить БКБ. Ёл. Минус. Соло. Ворвался. Подрубил ультимейт. Сайленс. По всем. Хорошо. И гнать. Гнать. Городских. Задефили. Но вот этот ритавер все равно упал. Там даже Ёл. Психанул и байбэкнулся. А это ведь Лич. Откуда у него деньги? Не знаю. Но... Какой-то зажиточный Лич. Не забываем про Рошана, который появился. Так. Тевардят. Скандал. Игнорит иллюзии. Почему, интересно, они игнорят иллюзии. Пусть лежат. Но БЗЗ уже будет, конечно же, дофармливать свой Баттерфляй. Но с покупкой Баттерфляя вполне вероятно, что он будет более живучим, да? Но дело такое. У него, во-первых, 1380 хп. Те же ПТ можно уже переключить на силу. То есть там плюс 140 хп, по-моему, на такой минуте лишними не будут. Учитывая, что у него всего их 1400. Там, по-моему, каждая копейка хп на счету. А ловкости у него и так более чем достаточно. МКБ. Во! Мун. С руки сейчас будет впиндюривать. Кто-то там себе варит Баттерфляя, у кого-то уже МКБ есть. То есть уже как бы этот Баттерфляй доваривать. Как-то сомнительная история. Не знаю, хоть Этернал покупай. Ну, Этернал это вообще идиотизм, конечно, я шучу. Но... Просто делать Баттерфляй, когда у противника есть МКБ. Тоже штука такая. Колд снэпы. А чё бы нет. Разваливает Рошана очень быстро. Мун заберёт Аегис. ФНГ там бегает под инвизом. Под Вендеттой. Показывает примерное местонахождение оппонента. Пошёл искать. Вендетта ещё долго будет действовать. А у него гем есть. То есть от него ещё всякие виверы не уйдут. Таймлапс. Таймлапс. Ну, не успел дать стан. Или успел дать стан. Но там всё равно долгу бы не было. Потому что есть Линкен у вивера. Подпушивают. Подпушивают мид. Как по мне, это не самая лучшая идея. Достаточно опасно действует. Плотный, конечно, соло. Ну, 1.10. Хорошая статистика. От этой игры, наверное, соло получил удовольствие больше, чем от всех игр вообще, которые он побеждал вместе взятых. Ну, здесь, конечно, ещё надо победить. Так. Что-то Мун не особо доволен. Очень неплохо его эти духи с экзорцизма продамажили. Сейчас ему на полгабины наваливает вивер. И Аегис. Мун теряет на ровном месте. Через ульт-габлака. И Муна отпускать никто не собирается. Нужно ему, естественно, помогать. Заперли. Расстреливают со всех сторон. Мун с руки вообще ни единого демоджа не нанёс. И вот он вгрызается в база З. Вынужден отступить. Повесили на него орчат. Сидуха. Юл им сбивают ультимейт Бэйну. Сидой с БК Бэхой наваливает, наваливает. Найтмором себя сейвит. Но не надолго. Минус. ФНГ под сайленсом. Бежать. 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 Там, по-моему, на нём два сайленса вообще было. Карапаси. И БЗЗ умирает. Хорошо его тут развели, конечно. Чешир. Подрубает шиву. Соло. Нет, ребята. Пожалуйста, не надо. Соло живи. Соло живи. Хватит издеваться над парнем. Я не знаю, его же... У него уже 2.11. Мне кажется, там уже пукало-бамбукало. Вовсю прям. Ты меня бум-бум-бум. Я тебя бум-бум-бум. Но тут... Скорее, первый вариант. Так. Снизу бараки голые. Но они решили Т3 Тауэр всё-таки забрать. Кучу денег сейчас в карман. Пауэр Рейнджер спадает. Оу-оу-оу-оу. Хотят Чешира. БЗЗ слишком медленный. Под Сайленсом. Сейчас раздуплиться. Ему дали ещё Юулы. Не, он хрен догонит. Кираса у Инвокера. Его ещё и физухой теперь хрен пробьёшь. Уходит с телепорта. ФНГ. Перемещается наверх. И там будут пытаться опять цеплять Фуриошу. Который по всем... По всем законам дотерским должен туда прилететь. Пам-пам-пам. Мелнир. Уфуры Мелнир. Будет пилить теперь Молнии всех. А что, на Баншу какую-нибудь повесить этот Мелнир? Её ж там с руки-то разваливают. Ого-го. Она Молнии раздамажит очень немало. Итак. Ага. Ну, Тимбер ушёл. На одном дыхании. Экзорцизм. И надо уже идти на Т3. Роксы сейчас очень рискуют. Очень сильно рискует Рокскиз. Нападать на противника. Который побеждал до этого файта. Хороший, хороший прокаст. От скандала. Габлак ничего сделать не успевает. Моментально умирает. Соло попадает под фокус. Но он юзает Йул и сэвит себя. Йол минус. Чайник он тоже не заюзал. Как же здесь шикарно. Пауэррэнджер с контролем саппортов оппонента. Вырезает одного за другим. И в итоге теперь ещё и умирает Банша. Трёх самых важных персонажей убили. И теперь можно разваливать всех остальных. Габлак пишет ГГ. Браво, Пауэррэнджерс. Шикарнейший файт. Рокскиз пошли, как по мне, неоправданно рано. Могли бы ещё потерпеть. Виверу, в принципе, фармить всегда есть что. Можно было нафармить там ещё, не знаю, пару слотов. Фух, вот это игруля. 24 на 34.